Залиты, но не заметены, в Магнитогорске пустуют хоккейные коробки. Детскому веселью мешают высокие сугробы и неровный лед. Кто отвечает за дворовые площадки и какие из них непригодны для катания, узнавал наш корреспондент. Есть свободное время, коньки и клюшки, а вот площадка подкачала. Ульяна и Максим рассказывают, этой зимой, как и в предыдущие несколько лет, на хоккейной коробке по улице Лермонтова можно поиграть только в снежки. Потому что никто не заливает. Это где-то в 2016 году было, там еще все в садике были, там все гуляли тут, катались, там иногда вечером, иногда рутом, и тут все гуляли. Там может, а теперь нет. Ремонта и заливки площадка на Самструе не видела давно. Жители не раз обращались и в администрацию, и к депутатам с просьбой отремонтировать коробку. Безрезультатно. Минувшей осенью к ситуации подключилась наша съемочная группа. Чиновники пообещали, зальют и вернут недостающие доски. Однако в бортах по-прежнему зияют дыры, а лед, который появился здесь только в конце декабря, с той поры скрыт под снегом. Перед Новым годом нам буквально залили, это, наверное, числа 25-го, могу ошибиться, два дня туда, два обратно. Вот, где-то перед Новым годом. И все, и больше нет. И забыли. И забыли. Это ребятишечки вот почистили, смотрите, вот пришли, порисовали здесь. Вот этот вот клочочек, наверное, подростки почистили, хотя бы в ворота покидали, вот шайбы. Большего мы не видим, а очень хотелось бы. Уход за такими объектами – забота городских служб. В частности, очисткой и заливкой занимаются ДСУ, рассказали в администрации. А также, согласно контрактам, часть управляющих компаний. Расчистка коробок должна происходить дважды в месяц, а то и чаще, в зависимости от погодных условий. Проблема как бы в том, что в этом году зима у нас аномальная, то есть порой положительные температуры днем и ночью отрицательные. Соответственно, это на состоянии льда отражается, он тает, разрушается. Ну, ДСУ в 2020 году как бы этот вопрос мониторит, и специализированные техники, они очищают и доливают какие-то коробки, где состояние льда уже как бы плохое. Очистка проводится два раза в месяц, в зависимости от погодных условий. Доливка как бы осуществляется в зависимости от состояния льда и соответствующей температуры наружного воздуха. Вот только, по словам чиновников, обслуживать площадки просто не успевают, ведь в этом сезоне в городе готовили 52 коробки. На коньки во дворах не могут встать не только юные жители Самстроя, но и детвора из других кварталов. Похожая ситуация развернулась и в квартале по улице Чайковского. Жители говорят, площадку залили, однако лед был очень неровным, а сегодня его и вовсе занесло с угробами. Кроме того, единственный вход на хоккейную коробку оказался заколочен досками. Попасть сегодня сюда можно только так. А на площадке по улице Завинягина проходов, пожалуй, слишком много. Ремонта не было несколько лет, льда тоже. С каждым годом доски все убавляются, говорит местная жительница Ксения Загитова. Нашу коробку уже не заливают года три. Много желающих покататься бы на коньках. Воду использовали из нашего дома, и многие жильцы отказались от этого, чтобы не заливали коробку. Нам оплачивать эту воду приходилось. Поэтому уже три года мы с детьми не гуляем на этой площадке. К слову, в Арджиникидзевском районе самое большое количество хоккейных коробок. В свое время их делали едва ли не в каждом квартале. Позже часть пришла в негодность. Некоторые, отмечу, ремонта так и не дождутся. Их планируется убрать. А вот какие площадки все же получат жизнь, решат в администрации. Приоритетность будет из чего складываться. То есть будут смотреть на техническое состояние хоккейной коробки, насколько она не соответствует нормативам безопасности. Плюс жалобы от жителей, которые поступают или в администрацию города, или в администрацию районов. Ну и, соответственно, от спроса, насколько она востребована жителями. После этого будет сформирован перечень. А пока в администрации жителям советуют только одно – обращаться в приемную ДСУ, оставлять заявки с адресом заметенной коробки и надеяться, что до конца зимы техника все же появится.